Три территории Приморского края до 2013 года будут газифицированы. Это Владивосток, Артём и Уссуриск. Магистральный газопровод уже находится в округе в селе Глуховка. И по многим показателям, выбранное место соответствует требованиям строительства здесь газораспределительной станции. Сегодня подписана программа, согласована программа между администрацией Приморского края и Газпромом по поставке газа на территорию. То есть первый объем газа в 2013 году Уссуриский городской округ должен получить в объеме 152 миллиона кубометров. В первую очередь газ предоставят промышленным предприятиям южной части города. Округ построит разветвленную сеть. От количества предприятий, входящих в нее, будет зависеть диаметр труб. И в дальнейшем при желании войти в систему газифицирования предприятиям могут отказать. За 4 года в Край будет совместно вложено порядка 35 миллиардов рублей. Ино только в газотранспортные сети. Те сети, которые строит Газпром по своим обязательствам, и есть сети, которые строят муниципальное образование. За них несет ответственность администрация Приморского края, то ли же губернатор. Уссурийские предприятия в ближайшие дни должны решить, как они станут работать со следующего года. На мазуте, угле или все же на газе. Ведь нужно успеть собрать необходимую документацию, которая в среднем проходит согласование не меньше полугода. И пройти модернизацию. Если мы до октября месяца не разрулим эту ситуацию, то нам необходимо будет оставаться на старом режиме. Все попадут в капкан. Все пойдут на модернизацию, могут, не закончив модернизацию, уйти от мазута угля там и не получить газ. Ставятся газомазутные горелки. В любом случае, мы тут что-то должны понимать. При переводе котельной на газ резервным топливом является мазут. Либо дистопливом. Поэтому от складов вы никуда не уйдете. От газомазутных горелок вы тоже никуда не уйдете. Еще одна проблема, которую подняли руководители уссурийских предприятий – отсутствие специалистов. Даже газосварщики должны пройти специальное обучение, не говоря уже об инженерах. И со слов присутствующих, в Уссурийске всего два человека в данный момент имеют соответствующие дипломы. Этот вопрос на совещании решили озвучить на краевом уровне. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.